Аккордеон Аккордеон А в названии фестиваля мы встречаем и баянный аккордеон. Почему так случилось? Ну, видите ли, исторически так сложилось, что за рубежом был изобретён аккордеон под названием аккордеона в двух модификациях. Пиано-аккордеон, то есть с клавиатурой рояля, и кнопочный аккордеон. К нам в Россию кнопочный аккордеон попал в упрощённом варианте, и для простоты назвали его именем русского певца баяна. Это упрощённый инструмент, который всего имеет двуголосую структуру, настроенную в унисон, чего вполне достаточно для исполнения русской народной музыки. Сейчас же, когда даже наши по инерции ещё называемые баянами такие инструменты, как Юпитер концертный нашего изготовления, по существу представляют из себя настоящие многорегистровые аккордеоны, это название, я думаю, всё-таки постепенно атрофируется. Вот мы, наш клуб, как бы является в этом плане, ну, несколько передовым таким. Мы снова хотим вынести аккордеон на гребень волны интереса. Это ваша главная задача? Да, это наша главная задача. А поэтому мы стараемся, чтобы у нас игралась музыка, предназначенная для аккордеона, и та музыка, ради которой был изобретён за рубежом аккордеон. А какой вообще состав тех участников, которые участвуют в клубе и которые занимаются непосредственно и игрой на этих инструментах, и те, кто приходят в зал, кто они такие? Это и современные музыканты, типа мюзет-квинтета Владимира Ушакова. Это, к некоторому сожалению, и весьма пожилые люди, которым уже трудно играть, они нас выносят на волну памяти, как бы, и называется их ансамбль, вот, например, Вилла Дмитриевича Тарасова, это возвращение в молодость. И в основном сейчас, конечно, большинство ходят, пожилые люди, ходят их много и с большим удовольствием слушают. А со стороны молодёжи даже задаются такие странные вопросы, вот, на последнем заседании клуба. А существует ли сейчас аккордеон и аккордеонная музыка за рубежом? Я на этот вопрос вынужден был ответить, что она существовала всегда, развивается, совершенствуется в аккордеонную музыку, в стиль мюзет, развлекательной музыки, приходит джазовый свинг, и очень успешно сочетается у больших аккордеонистов мира, как Джо Приват, например, наша русская калинка с элементами джазовых импровизаций, свинга. Вот и наша задача, собственно, поднимать аккордеон у нас в стране, у нас в России до такого уровня, чтобы его любили слушать, не принудительно, как это часто бывает, а с удовольствием, потому что у нас сейчас всё-таки коммерческое время, когда люди платят за то, что они слушают, и в зависимости от этого заработок музыкантов осуществляется. И у нас такой ансамбль сейчас есть, он первый после длительного перерыва, и, к сожалению, пока единственный в Ленинграде. Это мюзет-квантет Владимира Ушакова, о котором я уже крайне вначале упомянул. Это действительно энтузиасты аккордеонной музыки. Сам Владимир Ушаков успешно выступал во Франции, ему руку плескала Западная Франция, о чём свидетельствуют газеты французские. Вот и сейчас, значит, они у нас и на заключительном концерте из советских музыкантов, им единственным, которым скандировала публика, скандировал зал. Вы услышите их в конце. На сцене санкт-петербургский ансамбль «Мюзет-квинтет». Они исполнят три пьесы. Джо Приват, «Цыганские ритмы», Дени Тувери, «Пиколина», «Колпортер», «Я люблю Париж». Денис Тувери, «Колпортер». «Колпортер» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Виктор Викторович, мой первый вопрос к вам Вот в наш сложный век, когда и рок-культура, и поп-культура пытаются вытеснить все остальное Почему эта музыка приносит людям радость? Я вот видела в зале, когда на концертах, во-первых, у вас не просто аншлаг, у вас переаншлаг И в зале молодые люди, дети, и лица светятся радостью Почему эта музыка сегодня актуальна? Мне представляется, что это очень просто и естественно Я вот ловлю себя на мысли, что когда я сижу дома и по радио или по петербургскому телевидению Что-то вроде поп-антенны, я машинально хватаюсь за рычаг Не значит, что эта музыка плохая, но настолько эфир ей перенасыщен в сверх всякой меры Что там есть талантливые сочинения, есть талантливые ансамбли Но уже психологически мы все устали Это совершенно невозможно в таких объемах выслушивать И не знаю, мне кажется, у редакторов наших радиокомпаний и телевидцев Совершенно нет чувства меры, абсолютно И поэтому, когда мы играем простые мелодии Вот как с Виктором мы сыграли его последнюю работу У самовара я и моя Маша Казалось бы, ну банальная, приятная темка Но это что-то такое родное, с чем мы выросли в душе Мы слышали в детстве утесов Это наши какие-то национальные достояния Мы все это любим и с радостью И какие-то мелодии народные Потому что это сохранилось через столетия Я думаю, что поэтому это не умрет Наша задача просто это сохранить И нам даже не нужно особенно помогать Чуть не мешать и давать иногда эфир И все будет хорошо Потому что пробиться сквозь поп-антенны и аналогичные программы Когда взахлеб это все идет Я говорю, что я не против этой музыки Но чувство меры и чувство баланса в разных жанрах Явно не соблюдается в наших программах Спасибо Виктор, вот вы приехали из Урала, из Ижевска Скажите, в наши трудные дни Вам эта музыка, музыка вашего инструмента Помогает? Помогает жить? Помогает ощущать себя счастливым человеком? Ну, вы знаете, музыка для меня это профессия Ну а раз профессия, значит работа А раз работа, значит, безусловно она приносит И огорчения, и неудачи, и радости В общем, как и любая другая работа всякая Ну, тем не менее, несмотря на то, что, в общем-то Моя карьера, карьера музыканта, может быть, сложилась не так, как я бы хотел Тем не менее, я очень рад и счастлив Вернее сказать, счастлив, что я, в общем-то, связал свою судьбу Посвятил свою жизнь музыке Поэтому, отвечая на ваш вопрос, наверное, все-таки Музыка и лечит, и очень много дает радости у меня в работе И как-то отвлекает, может быть, от тех вот наших неудач, которые сейчас мы переживаем Можно я добавлю? Да, пожалуйста Полминуты, что тут счастливое сочетание, что Виктор сам может свои произведения блестяще исполнить Это редкое везение, когда талант композитора сочетается с талантом исполнителя И это такое органическое сочетание крайне редко бывает И поэтому... Виктор, ну я посмотрела, что вы два дня назад буквально зажгли зал своей цыганочкой Я думаю, что улыбки и радость слушателей вам достойная оплата за ваш талант и за ваше мастерство КОНЕЦ 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 Виктор Викторович, у меня к Вам еще такой вопрос. Кто Вам помог в том, чтобы организовать эту красоту, этот замечательный фестиваль «Восьмой по счету»? Довольно каверзный вопрос, кто помог. Знаете, это удивительно, но вот это мероприятие проводится силами нашей камерной филармонии и при содействии, это бывший Лен-концерт, Нева-концерт, потому что вот этот зал концертный относится к ведению Нева-концерта. Наши организации не имеют больших финансовых возможностей, это безумно трудно. Я Вас уверяю, что не потому что я хочу, так сказать, как-то показаться жалостливым, но это на полувезение, что где-то не имеют 100 рублей, а имеют 100 друзей. Где-то помог мне тот кабинет, где-то помогла Нева-концерт. Но вот основные тяготы легли на плечи нашей маломощной, в смысле вот количества людей или количества финансов камерной филармонии. Это очень новый, интересный организм у нас в городе, еще даже не все знают. Когда приехали ко мне гости и пошли в филармонию, естественно, пошли на Бродского. И там, в этой филармонии, много минут не могли сообразить, что есть в городе еще и камерная филармония. Так что я хотел бы сказать, что да, есть. Это бывший филармонический отдел, который стал самостоятельной творческой единицей и ведет интересную, разнообразную работу. И вот это наша работа, пожалуйста. А камерная филармония знала, что получится настолько хорошо? Да, знала. Ведь это восьмой фестиваль, и у нас не было случаев, чтобы не было аншлага. Я желаю вам, чтобы у вас еще много-много раз были такие фестивали, и с каждым разом все лучше и лучше. Я думаю, что после вашей рекламы это обеспечено. Это, я думаю, не просто реклама. Здесь нужно показывать такое людям обязательно, чтобы они видели, слышали и слушали. Спасибо ради этого. Мы живем и работаем. Вам спасибо, Виктор Викторович. Виктор Виктор Виктория Виктор Виктория Виктор Виктория Виктор Виктория Виктор Виктория Виктор Виктория Виктория имя юхана кулберга я услышала и определение вундеркин и это действительно так потому что исполнители на том инструменте на котором играет юхан на диатонической народной гармонии очень мало и исполнение на таком инструменте представляет особую сложность и я думаю что это радует что слушатели петербурга смогли этот инструмент услышать благодаря тому что юхан приехал в наш хочу спросить тебя ты первый раз в санкт-петербурге тебе нравится наш город а когда ты ехал сюда ты знал что гармонь аккордеон баян тоже очень любимые в нашей стране если вам от гармонии драк спелы и он текаре и риск не зна это для тебя новый это не тюрьме это не есть федерат или я вещества и он тюкки инструмент спел а когда-нибудь ты хотел бы еще приехать в россию может быть какой-то другой город не обязательно петербург чтоб слушатели услышали тебя вновь я желаю тебе больших успехов твоей игре и в твоей дальнейшей музыкальной жизни спасибо а 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 и КОНЕЦ КОНЕЦ Рядом со мной двое исполнителей из Дании — это Хайди Хансон и Лелло Ника. Лелло, мой первый вопрос к вам. Зал сразу полюбил вас, потому что ваша игра темпераментная, ярка, и какая-то особая открытость и особое тепло у вашего искусства. А как вам показалась наша публика? Понравилась ли она вам? И что ее отличает, в отличие от других зрителей и слушателей в других странах? Наш публика очень нравится вас сегодня, два дня назад. Что вы говорите о нашем публике? Что вы можете сказать? Я думаю, что это фантастично. Публика фантастична. И я надеюсь, что вы когда-нибудь еще приедете в нашу страну с исполнением своих импровизаций и своих замечательных произведений. Мы надеемся, что вы будете здесь снова. Да, пожалуйста, приезжайте. Спасибо. Спасибо. Хейди, вчера я наблюдала на концерте, как вы смело вышли в зал и, улыбаясь нашим слушателям, с открытой улыбкой, так свободно, как будто это не составляет никакого труда, вы играли мелодию за мелодией. Я видела, как расцветали лица людей, как им нравилось ваше искусство. Как вам кажется, в вашей стране эта музыка настолько же популярна, насколько у нас? Так же. Как вы думаете, что этот инструмент аккордеон самый популярный в вашем стране, как в России? Да, это очень популярно. Мюзет аккордеон, вы имеете в виду? Так же популярный. Всего сомер мы играем в Тиволе, в Копенхагене. Мы играем в мюзет-хамонике. Это очень популярно, особенно мюзеты. И она играла в Копенхагене, в Тиволе парке. Эти мюзеты тоже с большим успехом. А у вас и фольклорная музыка в исполнении этого инструмента, и любая другая одинаково популярна? Это же популярный, не только музыка и фольк-музика. Также и народная. Спасибо вам большое. Я вам желаю большого успеха. КОНЕЦ 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 Играет Даниэль Полли, Франция. КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Рядом со мной слушательница, которая была на всех фестивалях и сегодня в восьмой раз уже здесь. Преподаватель класса баяна и аккордеона Кировской музыкальной школы Людмила Павловна Ильина. Людмила Павловна, я хочу вас спросить, вот те семь фестивалей, которые были до этого, прошли перед вашими глазами, что отличает этот фестиваль от других? Этот фестиваль отличает обилие музыкантов, не только наших советских, русских и теперь уже зарубежных, но и ближайшие Швеция, Дания, ну и Франция. И раз от раза все фестивали становятся более интересными, более содержательными. Дети просто вот зала уже не хватает. По-моему, нужно октябрьский зал для такого фестиваля. Значит, исходя из ваших слов, видимо, популярность этого искусства растет? Конечно. И, по-моему, этому способствует, в общем-то, успехи наших детей, которые занимают, видите, здесь лауреаты на международных конкурсах. И такие вот ведущие педагоги города стараются для того, чтобы, в общем-то, приобщить наших детей. В наше тяжелое время только музыка может спастись. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!